Меня не сломать! Такое заявление перед журналистами сделал автахам Эрик Китуашвили. В московском городском суде решался вопрос о продлении ему срока содержания под стражей. Примечательно, что друг, соратник и адвокат Давидыча Сергей Жорин на процессе не появился. О вердикте суда Андрей Романов. Печальный юбилей для Эрика Китуашвили не за горами. Он уже почти год в СИЗО. 22 февраля 2016-го Давыдыча по решению суда поместили в камеру матросской тишины. С тех пор за свободу главаря банды автохулиганов не один раз боролись дорогие адвокаты. Но все попытки были безуспешными. И вот Давыдыч снова в зале суда. Сосредоточен, хмур, кажется, слегка похудел и осунулся. В Мосгорсуд его доставили из матросской тишины. Месяцы, проведенные в СИЗО, не прошли даром для автохулигана. В этот раз он решил обойтись без громких заявлений и не устраивал шоу для журналистов. В основном молчал, держал руки в карманах и только за минуту до начала заседания заявил, мол, готов выдержать любые удары судьбы. Меня можно 10 лет продержать. Сломать меня таким образом не получится никому. Убить можно, сломать нельзя. Еще вчера сила воли автохама вызвала бы восхищение у его интернет-адептов. На первом заседании, когда Давыдыча брали под стражу, на процесс пришла многочисленная группа поддержки автохулигана. Люди требовали немедленно освободить псевдообщественника. Сегодня все изменилось. В зале в основном родственники скандалиста и всего лишь несколько друзей. Шутка ли мнимого борца с коррупцией, самого обвиняют в крупном мошенничестве. Вменяют аж 8 эпизодов. Не прибавили популярности и ролики, где Китуашвили ведет себя совсем не так, как подобает народному герою. А можно, б***ь, 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 номер, б***ь, б***ь, еще одно сломать. Король русского стритрейсинга, как называл себя Китуашвили, подкупал армию поклонников постановочными роликами. Вот он мчится по центру Санкт-Петербурга на золотистом внедорожнике. Скорость за 200. До некоторого времени все эти выходки сходили автохулигану с рук, но полицейские сумели рассмотреть в его биографии много темных пятен, которые в итоге стали одним большим уголовным делом. Давидыч якобы еще в 2008 году занимался мошенничеством с автомобильными страховками, инсценировал угоны и получал страховые возмещения. Спасать автохулигана взялся известный московский адвокат Сергей Жорин. Много раз заявлял о том, что не бросит друга. Вот только пока Китуашвили томился в изоляторе, Жорин разъезжал по европейским странам и кичился в соцсетях тем, как он отдыхает. На очередное продление ареста он не пришел. А вас не предупредили о том, что будет заседание? Нет, во-первых, не предупредили, во-вторых, я по состоянию здоровья выехал в Германию. Сегодня Китуашвили опять не услышал ничего нового. Суд принял решение оставить его в следственном изоляторе до 15 марта. Андрей Романов, Александр Бекареевич, Рамиль Батыров. Москва, 24.